Доброе утро, дорогие друзья! Хотел вам рассказать, как мы будем с вами работать. Мы в клубе общаемся, работаем над собой, с собой и с жизнью. И мы, конечно, здесь делимся самым лучшим, что у нас в жизни происходит, благодаря тому, что мы делаем со своей жизнью, используя знания о том, как человеческая психология работает, как чувство радости у нас формируется и так далее. И я буду к вам каждое утро заявляться, но обещаю, не очень рано, чтобы у вас была возможность немножко прийти в себя. Но мне хотелось бы, чтобы вы начинали день с некой такой теоретической небольшой части, в которой я обозначу какие-то ключевые мысли на день, которые вы будете в течение всего этого дня подумывать. Я там буду вам как-то помогать, чтобы вы не соскакивали с мыслью, которые мы продумываем в течение этого дня. И упражнения небольшие, и техники и так далее вы будете в течение дня получать для того, чтобы прочувствовать то, что я вам пытаюсь донести. И у нас с начала следующей недели будет уже все, так сказать, мы пойдем очень последовательно, пока мы тут разминаемся, друг друга, как бы сказать так, щупаем. И вчера ознакомились. Сегодня я предлагаю просто подумать о том, что такое вообще общение в нашей жизни и какую важную роль оно играет. Мы с вами здесь будем общаться. Понятно, что есть некие формальные правила общения, но есть и психология общения. Психология этого особенного навыка, потому что есть люди, с которыми считаются очень общительными, с ними, значит, 15 минут повзаимодействуешь, и хочется уже куда-то, значит, запрятаться за плинтус. А есть люди, с которыми в общении время бежит незаметно, с которыми весело, с которыми радостно. И это не дар небес. Да, кто-то от природы более такой общительный, разговорчивый, открытый, кто-то более интровертный. Но в любом случае это всегда навык. Это всегда навык, по которому можно судить, насколько человек воспитан, насколько он тактичен, деликатен, умен. Потому что интересное, содержательное общение, где вы чувствуете себя вовлеченно в процесс беседы, это дорогого стоит. И если мы говорим про... Ну, здесь у нас общение, конечно, через сообщение, через всякие аудио, видео и прочее. Но попробуйте тоже так же подумать и про общение здесь, и обязательно общение вовне, потому что мы здесь от мира не собираемся скрываться. что мы здесь просто, так сказать, себя приводим в должное расположение духа, получаем инструментарий. Жизнь еще вокруг вас происходит, и вы постоянно сталкиваетесь с различными формами общения, видами общения и так далее. И сегодня у вас будут всякие от меня задания для того, чтобы вы подумали про то общение, которое у вас в вашей жизни происходит, чтобы вы задумались о очень важной вещи. Вот я перехожу к, так сказать, ключевой, как бы такому теоретическому правилу сегодняшнего дня, которое предлагаю вместе продумать. У нас всегда есть ощущение, что когда мы общаемся с человеком, мы общаемся с человеком, которого мы знаем, ну как-то. Если первое общение, то мы узнаем. Но на самом деле мы общаемся с образом другого человека в своей голове. Потому что другой человек, что называется, голова, чужая голова потемки, душа, голова и так далее, мы всегда имеем дело с тем, как человек себя презентует. Из этой самопрезентации его мы создаем свое представление. Он превращается у нас в набор нейронных связей. И когда он начинает извне взаимодействовать, у вас активизируется набор нейронных связей в орбиту фронтальной кори. Она находится у вас прямо за глазами. И наша задача всегда помнить, что мы общаемся не с человеком, а с его образом. И поэтому мы можем ошибаться. Мы можем неправильно интерпретировать то, что он говорит. Мы можем интерпретировать то, что он говорит, исходя из своих знаний, из своего восприятия ситуации. А у него свое вообще восприятие ситуации. Более того, у него в голове нас нету тоже. Но есть какой-то тоже набор нейронов в орбиту фронтальной коре, который отвечает за то, что он нас помнит, узнает и как-то к нам относится. И если вы хотите, например, поменять отношение человека к себе, это нету секретного способа чудесного. Он должен внутри самого себя перестроить образ вас в его собственной голове. Это сложно. Сложно менять. И мы поэтому все время, если вы с кем-то уже привычно как-то в таком негативном ключе, или вы с кем-то привычно в каком-то формальном ключе и так далее, очень сложно эти изменения произвести. Надо перепаять нейроны внутри вашей орбиты фронтальной коры. И вот если вы это понимаете, то сегодня можно поделать несколько заданий, связанных с этим. В одном мы с вами задание сделаем следующее. Мы себе представим, что мы со знакомым человеком общаемся так, как будто бы он нам... мы как будто бы его знаем в первый раз. Но я инструкцию вам напишу, не торопитесь. Значит, второе. Мы будем думать, что человек, который с нами общается, он нас не знает, что бы мы ему хотели про себя сказать. Потому что очень важно, что мы доносим на другого человека. И третье. Мы посмотрим, насколько то общение, которое мы производим с другими людьми, с которыми вы обычно общаетесь, насколько оно формально. Ну вот, случилось сегодня что-то новое в общении у вас с другим человеком? Если случилось, то почему? А какое количество людей, с которыми вы общались на автомате, по большому счёту, как будто вы просто отыграли какую-то роль. Как только вы это начнёте чувствовать, у вас возникает свобода в возможности изменения как раз его представления о вас, ваших представлений о нём. И с этого начинается по-настоящему заинтересованное общение. Но это только начало, мы никуда не торопимся, мы примиряемся. И здесь мы тоже общаемся, пытаясь как-то про это начать думать. Общение – это большая задача. Стать мастером общения – это, как бы сказать, отдельный квест. Я думаю, что если у вас будет заинтересованность, мы обязательно этому уделим время. А пока давайте просто прощупаем собственные стереотипы восприятия знакомых нам людей, то, как они нас воспринимают, и подумаем, насколько вообще вероятно, что вы измените характер общения свой с другими людьми. В идеале нам, конечно, прийти к состоянию, не сегодня, а в процессе работы, к состоянию, когда мы, общаясь с другими людьми, получаем от этого общение удовольствие. И чтобы в нашу жизнь стремились прийти люди, которые способны к такому искреннему, заинтересованному, человечному, душевному общению. Это такой план. Ну, а сегодня начнем чуть-чуть щупать других людей и наши отношения с ними. Продолжение следует...